Сегодня Аня Лорак опубликовала видео со съемок популярного проекта. Зрители решили, что Сергей Шнуров повел себя негалантно при встрече с коллегой. Они осудили артиста за его поведение. Недавно стартовал новый сезон шоу «Голос». На этот раз в креслах наставников оказались Константин Меладзе, Аня Лорак, Баста и Сергей Шнуров. Уже состоялось несколько слепых прослушиваний, и члены жюри набрали в свои команды талантливых артистов. Легче всего было рэперу Басте, который уже не в первый раз оказался в красном кресле. Не так давно он с критикой высказался о Шнурове. Популярному исполнителю не нравится, как его коллега судит участников. Не успели зрители выяснить, находится ли в конфликте Баста и Сергей, как их внимание переключилось на Ани Лорак. Сегодня певица опубликовала видео со съемок проекта. На кадрах видно, как она появляется в зале и направляется к своему креслу. Ее теплыми аплодисментами приветствует зал, Меладзе ее провожает, Баста подходит, чтобы поцеловать и поприветствовать, а Шнуров в это время сидит на своем месте. Лорак почти села в кресло, когда ее взгляд столкнулся с Сергеем. Она встала и подошла к нему, чтобы поприветствовать. Зрители решили, что такое отношение к певице неподобающее. Они осудили Шнурова за отсутствие галантности. Ну что за мужики пошли? Пока сама не подошла, не протянула руку, почему Каролина должна подходить к Шнуру, чтобы поздороваться. Нельзя так, Сергей, а вот Шнур мог бы сам встать и подойти, стали негодовать пользователи соцсетей. Отметим, что не так давно лидер группы Ленинград женился. Его избранницей стала 27-летняя Ольга Абрамова, дочь влиятельного бизнесмена. Ходят слухи, что она скоро подарит ему ребенка. Возможно, что из-за бурной личной жизни Сергей стал рассеянным и поэтому не успел первым подойти к Лорак. Обычно он всегда обходительно относится к женщинам.